Погода и метеорологические элементы Измеряют и фиксируют отдельные метеорологические элементы Ребята, обратите внимание на рисунки Какие явления вы видите? Правильно, ребята, это погодные явления природы Погода – это состояние атмосферы у земной поверхности в данной местности в определенный момент К основным элементам погоды относятся Температура воздуха, атмосферное давление, влажность воздуха Температура воздуха – один из термодинамических параметров состояния атмосферы Температура воздуха в каждой точке непрерывно меняется Атмосферное давление, давление атмосферы, действующие на все находящиеся в ней предметов и на земную поверхность Влажность воздуха – это поток воздуха, который движется вдоль земной поверхности Элементы, характеризующие погоду Это ветер, облачность, осадки Ветер – поток воздуха, который движется вдоль земной поверхности Облачность – это совокупность облаков, наблюдаемых в определенном месте Осадки – это атмосферное явление в жидком или твердом состоянии, выпадающие из облаков Погода может быть очень переменчива Основными признаками изменения погоды можно считать изменение скорости ветра, а также изменение атмосферного давления Метеорология, как одна из древнейших наук, началась с визуальных наблюдений за погодой С появлением письменности человек стал отмечать наиболее важные явления погоды Метеорология – от греческого «метео», «небесный» и «логос» наука Наука в атмосфере и происходящих в них процессах и явлений В земной атмосфере происходит множество разнообразных физических и химических процессов Все видимые процессы называются атмосферными явлениями Атмосферное явление представляет собой важный элемент погоды Виды атмосферных осадков, выпадающие из облаков Это дождь, снег, град, крупа Атмосферные осадки, выделяющиеся из воздуха Это изморозь, роса, гололед, ини Дождь Это атмосферные осадки в виде капель или струи воды Снег Это форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда Град Это вид ливневых осадков в виде частиц льда, преимущественно округлой формы Крупа Это атмосферные осадки в виде непрозрачных крупинок белого цвета диаметром от 2 до 5 мм Изморозь Это вид атмосферных осадков представляет собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах при влажной морозной погоде Роса Атмосферные осадки в виде мелких капель воды, образующихся на поверхности земли Ини Это тонкий слой мелких кристалликов льда, покрывающих поверхность предмета Гололед Это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли Туман Это атмосферное явление скопления воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара Метеорологические приборы Это приборы и установки, служащие для измерения различных метеорологических величин Температуры и влажности воздуха и почвы Атмосферного давления Количество атмосферных осадков Скорости и направления ветра Ребята, теперь мы рассмотрим с вами основные метеорологические приборы Термометр Прибор для измерения температуры воздуха Барометр анироид Прибор для измерения атмосферного давления Осадкомер Прибор для измерения количества атмосферных осадков Снегомерная рейка Прибор для определения толщины снежного покрова Гиброметр Прибор для измерения влажности воздуха Анимометр – прибор для измерения скорости ветра Флюгер – прибор для определения направления ветра Для исследования явления природы и составления предстоящих прогнозов погоды используются метеорологические службы В Казахстане эта организация входит в состав Государственной гидрометеорологической службы и называется Государственной службой КАЗ-гидромет КАЗ-гидромет осуществляет следующие виды деятельности как метеорологический мониторинг, мониторинг состояния атмосферного воздуха мониторинг состояния почв, мониторинг состояния атмосферных осадков мониторинг качественного состояния водных ресурсов В Казахстане метеорологическая служба организовалась в 1922 году Изучение погоды имеет большое практическое значение Прогнозы ее нужны почти всем отраслям народного хозяйства Метеорологические станции ведут наблюдение за погодой Полученные данные наносят на карту Так создаются синаптические карты Синаптические карты составляются через каждые 6 часов Синаптическая карта – это географическая карта на которую цифрами и символами нанесены результаты наблюдений на сети метеорологических станций в определенные моменты времени Прогнозированием погоды занимается раздел метеорологии Синаптическая метеорология Можно выделить три вида прогнозов погоды Краткосрочный прогноз погоды составляется на 3 дня Среднесрочный прогноз погоды составляется на 10 дней Долгосрочный прогноз погоды составляется на месяц или сезон Краткосрочный прогноз погоды более точный На долгосрочный прогноз погоды влияет множество факторов, которые могут меняться. Ребята, задание для закрепления материалов. Определите по рисункам, какие метеорологические приборы нужны для изучения природных явлений. Дует сильный ветер. Идет обильный дождь. Выпал снег. Высокая температура воздуха. Правильный ответ. Правильно, ребята. Для измерения скорости ветра нам нужен прибор анимометр. Для измерения выпавших количества осадков нам нужен прибор осадкомер. Для определения толщины снежного покрова нам нужен прибор снегомерная рейка. Для определения температуры воздуха нам нужен прибор термометр. Урок окончен. До свидания, ребята.